Борис тоже наш творческий, члены нашей творческой лаборатории. Он у нас уже один раз выступал, всего только один раз, надеюсь, еще выступил. Помимо сегодняшнего, Александр Котковский. Сын Бориса Котковского, знаменитого поэта нашей современности. Но он в пахночке, по-моему, не уступает. Уступает. Уступаешь, да? Так, пойдемте. Я знакомилась с ним, когда ему было 14 лет, и он выступал в галерее, в художественной галерее, читал свои стихи. Это было очень-очень-очень интересно. И потом папа рассказывал, как надо учить детей писать стихи. А потом я вам расскажу. Сейчас папа мне рассказал. Всем приветствую. Как уже сказали, я сын своего отца. Правильно. Поэтому стихи у нас пишут все. Поголовно. Я в том числе. И сегодня я вам прочитаю так, как и свои, и папины стихи. Чтобы вы поняли, что разница есть. Ну, начну я со своего стихотворения, которое называется «Русский». Известно нам о русском языке, что он красив, хоть не всегда понятен. Подобен он и круче, и реке, то жестче камня, то пушист и скланен. Ему учиться все равно, что жить. Охотно. С радостью отдались мы науке. Он призывает Родину хранить. И чистоту содержит в каждом звуке. Я им горжусь, на нем кричу, пою, на нем рукаюсь и шепчу молитвы. Он боль и радость передаст мою в кругу друзей или на поле битвы. Его не выбить из меня ничем. Из колыбельной, маминой, родившись, он стал всем миром. Пониманием всем. Со мной навсегда. До смерти слившись. И думаю, что даже ангел мой ко мне на чистом русском обратится. Как хорошо, что русский мне родной. Что повезло в России мне родиться. Ну, недавно было 8 марта. И на новой работе попросили на корпоративе посчитать стихи. Задумка была, что кто-нибудь покажет свой талант, и другие потянутся. Задумка сработала. Но мы решили исхитриться и папинное стихотворение тоже использовать. Цело, конечно, название. И вот, сегодня я вам его прочитаю. Март, коты орут на крыше, бьет капель порог. Градусник залезть повыше на полногтя смог. По легенде, Цеткин Клара с Розой Люксембург. День восьмой наслали карой в Красный Петербург. С той поры мужчины ноют ровно раз в году. Как же я столы накрою, в магазин пойду. Завтрак выдавить из денег в этакую рань. И еще цветочный веник с рынка ей-то рань. Кто-то дремлет над открыткой, сам себе не рад. А другой, особо прыгкий, прячет шоколад. Где там пиво или водка, брашка, все равно. Избалованным красоткам подавай вино. Мыть посуду, пол и руки вместе восемь раз. Умирать в гостях от скуки, не смыкая глаз. Под надуманным предлогом выйти покурить. А потом, при взгляде строгом, целиться и юлить. До супружеской постели рук не распускать. Пока душ ее метелит, силится не спать. Нежно тренькает пружина, и такте конец. Жарко ей целует спину варвар и самец. Выпускает Бармалея в страстную игру, Чтобы она, от счастья млея, забылась к утру. Расцветает и кошмара отпускает дрожь. А теперь восьмого кару в триста раз умножь. Вот она судьба жестянка наших половин. И ее не скрыть обманкой из цветов и вин. Но они, помилуй Боже, терпят и молчат. Хоть у многих пары рожек из олба торчат, Гой же ты страны России, матерь и жена. Ты отчаянно красива и для всех одна. Ты степенно, благородно в теле восемь жил, Чтоб мужик твой ежегодно день посуду мыл. Чтобы дети не хворали, дом хранил уют, Пьют богиницы нандали и вкушают брют. Залпом штревкают ликеры, пробуют коньяк. Им любой любимый в пору хлюпик-здоровяк, Будь ты в эльфлен под бога или из козла, Все равно омоют ноги и спасут от зла. Чайник давит за запелкой, в кухне суета, Сладкий запах спелой гренки щелкает плита. Ванна бикает машиной, сирка ждет горой, День девятый давит спину утренней порой. Ну, соответственно, вы сами видите, другой уровень. Ну и последнее стихотворение еще не звучало нигде вообще. Я его прятал долго в столе. Вот посмотрим, зря, не зря. Частичку взяв от классиков, явился в этот мир. Тургенева, Некрасова и прочих сон пленил. Поэтов современности непросто отыскать. Хороших учит ленности, плохих с душой писать. Со сцены не скандируют стихов своих. Увы, ведь нас дискредитируют. Но вдруг читаешь ты поэзию высокую, Что написал твой друг. Суровую, жестокую, она все жжет вокруг. Правдивую, честную, забытую в столе. Прекрасную, чудесную, как перышки в крыле. Зажался, струсил, спрятался, задавленный толпой. Тогда талантом хвастался. Теперь уйди, изгой! Не просто нынче, братья, талантливый, живой. За что с тобой уратовал, сейчас же не ногой? Сурово, грубо, жизненно. Таков расклад, мой друг. Писать стихи болезненно для тех, кто есть вокруг. Здравствуйте! Ну, все, в принципе, могу еще что-нибудь сообразить. Учка еще? Ну, школа жизни. Лед учит равновесию и под ноги смотреть. Дождь укрываться зонтиком и сапоги надеть. Машины осторожности. Глядеть по сторонам. Жизнь в простоте и сложности уроки дарит нам. А школа дарит знания и способ их понять. Как удержать внимание и внятно отвечать. Поддерживать товарищей. Любить учителей. И чтить пылинку каждую от родины моей. Спасибо, школа добрая, и вам, учителя, что нам вложили в голову, как хороша земля. Это был Александр Котковский. Спасибо, Александр.